Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегет мы вместе с вами продолжаем читать и рассматривать Евангелие от Марка. И перед нами пятая глава. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И вот тут встречается нечто ужасное. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Ну, сразу давайте вспомним, что это вот гробы, гробы в данном случае, это не наши деревянные такие вот гробы, в которых хоронят. Иначе зрелище было бы, наверное, совсем какое-то ужасное, чтобы оттуда вылезал человек. А тут подразумеваются пещеры, гробы. В Иудее это именно пещеры, где хоронили, бывало, людей. Вот, потому что там пещер таких вот много. А сам по себе материал этот мягкий, он легко подается обработке. И там углубляют отверстия и хоронят в этих пещерах. Поэтому они называются гробы, как некие такие гроты. И вот был такой одержимый нечистыми духами человек, который жил в диких местах, и он скрывался вот в этих пещерах или гробах. Ну, может быть, там действительно кто-то был захоронен в этих гробах. Считались эти места нечистыми у иудеев. И вот человек, одержимый нечистыми духами, жил там, где нечистота, вот по представлениям того времени. Тотче встретил вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно он был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Вот представляете, какая селища, так что он даже вот эти цепи разрывал. Вот некоторые люди, которые увлекаются экстрасенсорикой, они именно ищут, чтобы получить какую-то огромную силу. И действительно, потом кому-то там прилипают вилки, ложки, вот они на тело свое налепят эти вилки, ложки, вроде как проявление чего-то необычайного. Кто-то там пытается мыслью на кого-то воздействовать и так далее, и думает, гипнозу какому-то учится, и думает, что он приобретает необычайную силу и не замечает, что зачастую в этой экстрасенсорике человек становится одержим нечистыми духами, и они дают вот вроде какую-то силу. Да, сила немалая, он разрывает оковы и цепи. Но как он сам мучается, этот человек? На самом деле он самый несчастный, он сильнее всех, но он несчастнее всех. Потому что эти бесы его мучают, и сказано, всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камне. Вот, кстати, сразу скажу, что те, кто пытаются заниматься вот этой экстрасенсорикой, как бы получать эту таинственную духовную силу, в конце концов они тоже начинают мучиться. Если биться не о камне, то в жизни своей постоянно бьются и набивают себе шишки, страдают, мучаются, поэтому потом они сами хотят расстаться с этой силой. Вот, они сами про это рассказывают, что им уже надоел этот образ жизни, что постоянно они видят органы другого человека, какие-то там болезни замечают. Вот хочется обычной человеческой простой жизни, а вырваться из этого уже тяжело, потому что это демонические оковы. Вот, кстати, у святых совсем все другое. То есть они не сканируют человеческий организм, они живут простой, естественной, здравой, душевной жизнью, и Господь своей благодатью их просветляет, у них радость, свобода. И Господь, когда нужно, что-то открывает им о других людях. То есть это от Бога, а не какие-то свои там силы и способности. И вот этот несчастный человек, одержимый этими духами, вроде бы этой силой, но при этом бьющейся о камни, увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему. То есть он видит, что вот Сын Божий, который обладает подлинной, чистой силой, божественной силой, и он бежит и кланяется Ему. И, вскричав громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего. Вот напрямую говорит, Иисус, Сын Бога Всевышнего, что тебе до меня, то есть что же ты хочешь сейчас сделать со мной, бесы боятся. Заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Ибо, да, вот тут поясняется уже, ибо Иисус сказал Ему, выйди, дух нечистый, из сего человека. То есть Спаситель, Он сразу видит всю суть, и тут же без всяких вот обиняков говорит, выходи и оставь в покое этого человека. Вот, кстати, всякий раз, когда мы читаем вот эти евангельские повествования, это же на самом деле великая вещь, что, начиная с Господа Иисуса Христа, бесы утрачивают власть над людьми. В чем была основная трагедия человечества? В том, что демоны овладели человеческим существом. Вот когда в лице Адама и Евы люди поверили змею, то есть бесу, то бесы овладели людьми, поэтому влекли их в ад. И вот только Христос освобождает от бесов, и бесы этого боятся. И поэтому самое главное, ты будь со Христом, никакой бес к тебе не прикоснется, никакая порча с глаз тебе не страшны, да и нет никакой там сглаза порча. Но лучше вообще об этом не думай, потому что если ты со Христом в своих мыслях, в своем сердце, к тебе никакой темный, нечистый дух не прикоснется. И спросил его, то есть Спаситель спрашивает, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». Вот тут открывается новая такая сторона. Оказывается, что не просто один дух. Тут имелось в виду, конечно, что дух нечистый, как вообще и состояние такое вот нечистое уже было в духовном смысле, а бесов было при этом много. Сказано, «Легион», а в то время «Легион» — это крупное подразделение римской армии, которое составляло примерно 6 тысяч римских воинов. И здесь выходит так, что вот несколько тысяч этих бесов овладели одним человеком и мучили его. «И много просили его», то есть Спасителя, «чтобы не высылал их вон из страны той». Ну вот, конечно, бесы, понимаете, они только хотят того, чтобы вредить. Кому-то прикоснуться, кому-то там злые мысли насылают, кому-то уныние, кому-то желание самоубийства и так далее. И вот они вредят, вредят и хотят оставаться еще. А дальше читаем совсем уникальные строки. «И много просили его», то есть Господа, «чтобы не высылал их вон из страны той». И вот оказывается, что вовсе небес — это главное. Да, они несут какой-то вред, но и они оказываются в руках промысла Божия. И только когда Господь попускает бесам прикоснуться к какому-то человеку, то они могут ему повредить. А раз Господь попускает, значит, и в этом какая-то польза. И, кстати, вот этот человек, он получил огромную пользу, потому что он затем становится исповедником веры Христовой. Вот этот человек наглядно знает, что такое быть в руках у бесов, и этот же человек наглядно знает, что такое воспринять Дух Христов и получить свободу, которая во Христе. То есть вот эта даже одержимость такая внешняя, она в руках Божьих. Господь посылает, поэтому бесы просит, чтобы не высылал их вон из страны той. Они не могут сами по себе остаться. Дальше мы видим. «Послось же там при горе большое стадо свиней». Интересное такое описание. Вообще-то иудеи свиньями не питались. При этом они их выращивают. А почему так? Потому что в то время было много римлян. Иудеи – это как бы провинция Римской империи. И присутствовали римские воины, которые как раз с удовольствием вкушали свинину. И некоторые иудеи, они выращивали свиней, чтобы продавать их римским воинам. За счет этого зарабатывали. А для самих иудеев это тоже было нарушение закона. Вот почему там свиньи. «И просили его все бесы, говоря, пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». То есть, ну вот не дозволяешь ты нам войти в людей, вредителю, ну хотя бы вот в этих свиней. Пошли. То есть, это все вот только Господь может позволить бесам или не позволить. И тут неожиданно мы видим, Иисус тотчас позволил им. Вот оказывается, да, иногда Господь это позволяет. А почему так? Ну потому что нас, людей, учат наглядные уроки. Вот когда нет наглядного урока, для нас все теория какая-то отвлеченная, мы не страдаем, мы не знаем цену духовной свободы. И поэтому легко расслабляемся, забываем про Бога и живем в свое удовольствие. А потом такая душа в ад попадает. А вот когда немножечко пострадаешь и помучаешься от тех же бесов, тогда понимаешь, что лучше не грешить, лучше страстей никаких греховных не допускать. Через это люди в оковы падших демонов попадают. И вот Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, то есть выйдя из человека этого, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Вот можно представить эту страшную картину, когда все это хрюкающее стадо обезумевших свиней вдруг начинает нести, по пути они кусают друг друга, и яростно кидаются в море. Около двух тысяч. Вот мы сказали, бесов-легион шесть тысяч, а свиней две тысячи. То есть в каждой свинье аж по три беса, и все они там друг друга вот раздирают, и несут это стадо, и они все гибнут, и это наглядная картина того, что бесы они только вот могут уничтожать и разрушать, и всему живому приносят вред. Вот насколько страшно с ними заигрывать, а человек подпадает под власть бесов через грех, потому что грех — это бесовское действие, то есть от сатаны пошел всякий грех. Вот так вот людям наглядно показано, что такое демоническое воздействие, поэтому лучше сердце храни чистым, не прикоснется к тебе никакой лукавый. Дальше чисто вроде бы житейская такая ситуация. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. Вот те, кто пасли свиней, смотрят нечто невообразимое. Ну да, человек, он исцелился, зато все, свиной стадо погибло, а это же утрата огромных средств. И вот они бегут, рассказывают в городе и в деревнях хозяевам этих свиней, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, вот тот самый, которого связывали, они же его боялись этого бесновато, они его сковывали цепями, он все разрывал, он бился, кричал, пугал всех, а вот тут он сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Вот они настолько удивились, что пришли в страх от этого, что он здоровый. Видевшие же рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. Но тут их взор переключается на то, что свиньи-то их пропали, погибли, и начали просить Его, то есть Спасителя, чтобы отошел от пределов их. То есть для них вот эти свиньи оказались дороже, чем сам Господь Иисус Христос. И вот этот предполагаемый прибыток от продажи свиней для них был выше, чем исцеленный человек, а самое главное, выше, чем благодать Христова. Вот в чем трагедия-то подлинная. Они предпочитают свиней, нежели Господа Иисуса Христа. Ну и Спаситель, конечно же, не собирается тут ни с кем спорить. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Вот единственный человек, который захотел. Вот помните, мы говорили, что промысел Божий. Вроде бы да, все страшно, но проходит он все эти круги ада, и вот он-то готов до конца следовать за Христом, понимаете? Он знает цену свободы во Христе. Но и тут новая такая вот черта промысла Божия. Но Иисус не позволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. То есть он становится одним из первых исповедников Христовых. И вот эта вот проповедь, она тоже подготавливала людей к дальнейшему принятию Христова Евангелия. И, конечно же, этот человек и впоследствии был в числе первой христианской церкви. Так и сказано. И пошел и начал проповедовать этот исцеленный и бесноватый в Десятиграде, то есть это за Иорданской стороной, проповедовать, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. То есть все приходили в такое удивление. Ну и дальше, что мы читаем? Может быть, уже не настолько страшно, однако, может быть, более важно. Далее более духовно значимое чудо. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его. Обычно начальники синагоги-то не очень принимали Христа, учитывая то, что он там исцелял по субботам, когда не положено исцелять. Он проповедовал им Новый Завет, указывая на это из Ветхого Завета, что настало сие время, время благоприятное. А этот начальник синагоги, все, вот он расстается со всеми этими иудейскими предрассудками, приходит, падает к ногам Иисуса. А почему? Сейчас узнаем. И усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Вот когда уже коснулась-то его самого, и самое дорогое, то есть дочь, которая при смерти, час умрет, и все, он все эти предрассудки оставляет, и идет, знает, что Спаситель исцеляет. И приходит, Иисус пошел с ним. То есть у Спасителя-то никаких предрассудков, никакой ненависти к начальникам синагоги. Он идет, надо, вот он идет. За ним следовало множество народа, и теснили его. И тут получается так, что Евангелие, понимаете, это ведь не литературно-художественное произведение, а вот как бы описание неких реальных, как бывает документальная хроника, то есть описание того, что было. Видимо, эти случаи, они очень запечатлелись у самих учеников христовых. То есть вот они идут и теснят при этом со всех народ Христа, и тоже кто чего-то просит. И тут же одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Потом вот они выяснили, что вот как она долго страдала и лечилась, и как преподобный Ефрем Сирин толковал это место, он говорил так, что вот она обращалась к разным врачам, вот истощила, как сказано здесь, все, что имение, все имение какое у нее было, и больше помогла врачам, чем себе. То есть она врачам деньгами помогла, а себе ничем не помогла. И пришла еще в худшее состояние. И вообще для женщин у детских это было достаточно страшно, потому что они считались нечистыми, прикасаться никому было нельзя. И считалось так, что если кто-либо прикоснется к такой вот женщине, он сам становится нечистым. И вот она, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. То есть вот в данном случае тоже Спаситель, он разбивает наши человеческие представления. Не может, понимаете, вот какая-то болезнь или там женская болезнь нас осквернить. Человек оскверняет только грех, только вот греховные страсти и то, что влечет человека в ад. Все остальное – это, ну, какое-то земное несовершенство. И вот она, у нее настолько вот вера, да, что она прикоснулась к одежде и бы говорила, если, хотя к одежде его прикоснулась, то выздоровею. Вот какая у нее вера, она к одежде только. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Вот она сразу получает, чего хочет. Кроме того, здесь сразу же подтверждение, вот почитание святынь. Понимаете, мы знаем, что есть, допустим, мощи святых угодников, и также часто хранятся вещи, которые носили какие-то святые люди. И почему так? Потому что благодать Божия, она не только вот в душе, но она передается и телу святого человека, и она передается одежде, которую носит святой. Поэтому мы почитаем святыни, которые связаны с теми или иными святыми. И вот тут мы видим, что Спаситель носил какую-то одежду, а уже благодать Христова, она освещает саму одежду, и одежда становится чудотворной, исцеляет эту женщину. Не сама одежда, конечно, а благодать Христова через одежду. «В то же время Иисус», вот тут немножко такое как бы простонародное описание, «В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде». То есть евангелист пишет так вот по-простому, ведь евангелисты, они не были философами такими, которые четко какие-то фразы вот, может быть, по каким-то стандартам обдумывали, и получается так, что как будто Иисус со стороны наблюдает, что Его благодатная сила проявилась, независимо от Него. На самом деле, конечно же, Спаситель прекрасно знал, кого Он исцеляет, но Он задает этот вопрос, кто прикоснулся к моей одежде, как объясняют нам святые отцы, для того, чтобы вот привлечь внимание и людей, и самой этой женщине, ко всей вот этой ситуации. Это было важно. Иначе она, понимаете, исцелилась бы, он ее исцелил, и она бы ушла, и все. А ведь это повествование — это огромный урок всем нам. Ученики сказали Ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Важно, чтобы человек тоже в какой-то момент нашел себе внутренние силы исповедания, вот исповедать то, что произошло. Это важный в духовной жизни шаг. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала Ему всю истину. И вот тут как раз и получается, что вот все уже смотрят, да, все собираются, и она, не боясь говорить, что страдала кровотечением, это же стыдно говорить, что страдала-то 12 лет и считалась вот нечистой. Но вот это как такое покаянное ее исповедание, ее внутреннее сокрушение, со стыдом говорит, исповедует веру, а Спаситель-то в итоге, он ее как раз оправдывает. И он же сказал ей, он же сказал ей, «Дщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». То есть происходит вещь вот такая вот уникальная, что Спаситель никого не гнушается. Для самого Христа нет ничего скверного на земле. Есть, что благодать Божия, она передается и через видимые предметы, через одежду, через святые места, через мощи святых, в общем, через все то, что приобщилось к благодати Божией. И, а что же, спросим мы, если сейчас, допустим, женщина страдает вот таким недугом, ведь тоже считается, что нельзя причащаться святых тайн. Ну да, когда есть вот эти естественные периоды у женщины, то в этот период она не причащается. Это некая такая вот внешняя дисциплина церковной жизни, когда нужно соблюдать вот как бы, ну, чистоту во всем. Но если какая-то православная женщина, прихожанка, храма, она тоже будет 12 лет непрестанно этим страдать, то что же ее вообще не причащать? Конечно же, здравомыслящий священник ее и причастит, и исповедует, и, может быть, и она тоже получит через это исцеление. То есть ситуации бывают разные, но самое главное, что для Бога вот нет каких-то нечистых болезней. Господь никаким человеком не гнушается. Ты, главное, прикоснись ко Христу, и Он прежде всего твою бессмертную душу спасет, но и тело исцелит, если нужно. И вот дальше, то есть это же все по пути, понимаете? Это по пути к дому начальника синагоги. Вот неожиданно такая ситуация развернулась. То есть когда Он еще говорил сие, получается, Он отвлекся. А Он должен был прийти туда. И вот тут Он пока рассуждал с этими женщинами, то получилось так, что Он как будто опоздал. И опоздал в самом главном, вроде бы. Приходят от начальника синагоги, говорят, «Дочь твоя умерла. Что еще утверждаешь, учитель?» То есть вот отвлекся Он на какую-то тут нечистую женщину, и все, время потеряно. Вовремя не пришел, она не просто болела, а уже и умерла. Сам начальник синагоги, он, конечно же, у него горе неописуемое, он не знает, что делать. Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, как бы видя его состояние души, «Не бойся, только веруй». Они приходят в дом, и мы говорим, мы читаем, «И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова». Вот эти три ученика, они присутствуют при самых таких особых и сокровенных событиях из Евангелия, из жизни Спасителя, такие как, скажем, преображение на горе, когда светом божественно просиял он, или предсмертные вот эти вот, точнее, еще до того, как Спаситель был схвачен, его страх в Гефсиманском саду о предстоящих мучениях, его молитвы гефсиманской, моления о чаше, то есть вот то, что не все могли понять и понести, и особые чудеса, особо сильные чудеса, и вот они тут приходят вместе со Спасителем, им дозволено. Приходят в дом начальника синагоги и видят смятение и плачущих, и вопиющих громко. Почему так? Ну, смятение, понятно, почему? Потому что все просто в отчаянии, плачущих и вопиющих громко, были такие традиции оплакивания, а ведь полагалось хранить в тот же день до заката солнце, поэтому тут же вот эти вот плакальщики. Спаситель поступает для них неожиданно, и, войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит. То есть вот еще одна такая уникальная вещь. Наша смерть с приходом Спасителя становится только сном. Это, ну, как некая, вот просто видимая такая вот фикция, то есть нечто такое условное, как человек поспал и проснулся. Вот так вот с приходом Спасителя, да, смерть, она вроде бы есть, но она как сон. Человек воскреснет, и душа-то его живая, продолжает жить. Но слово Спасителя не могут принять и смеялись над ним, то есть он говорит какие-то невероятные вещи, может быть, даже не то, чтобы там они хохотали, а как бы надсмехались над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. Почему высылает всех? Потому что у них состояние не то, не благоговение. Над ним они насмехаются. В общем-то, к семье этой они наполовину равнодушны, то есть, да, они понимают, что это горе великое, но они так внутренне не переживают, как отец и мать этой девицы. Поэтому их он берет с собой, а также трех учеников. И, взяв девицу за руку, говорит ей «талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». Он непосредственно к ней прикасается. Он берет ее за руку, говорит «встань». «Встань» — это вот его божественное слово, которое, вот как Словом Божиим сотворен мир, как первозданный Адам, Богом был сотворен из земли, и вроде бы мертвая персть, и она притворяется в живого Адама, а потом Ева из же ребра Адама сотворена. Вот также здесь он обращается к мертвому, и мертвая становится живой. И девица тотчас встала и начала ходить. То есть она не просто поднялась, а в ней тут же жизненная активность. Ибо была лет двенадцати, но описание, да, что она еще не настолько большая, вот она тут же начинает двигаться. «Видевшие пришли в великое изумление». Понятно, что они не могут даже слова произнести, они не знают, что сказать. «И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть». Почему им приказал, чтобы не говорили? Потому что никто и так не поверит. Какой смысл это вот разносить, если никто и так не поверит? А только ученики Христовые в это верили, и они вот описали. «И сказал, чтобы дали ей есть». То есть Спаситель вот не просто возвращает ее к жизни, но и не просто дает им такое счастье, но он и заботится о ее материальном состоянии, так как она долго болела, да, она истощена и прошла вот через даже смерть. Ей надо подкрепить телесные силы, и даже вот об этом Спаситель проявляет свою заботу. То есть наши жизненные нужды, и обо всем этом Господь знает. И в наших жизненных нуждах он не оставит нас, вот лишь бы мы были вместе с Господом Иисусом Христом. На этом мы завершаем рассмотрение пятой главы Евангелия от Марка. Дорогие братья и сестры, храни вас Господь! Аминь. Продолжение следует...